В Магнитогорске уже в 85-й раз прошла городская весенняя легкоатлетическая эстафета. Традиционные старты уже много десятилетий проходят в первую неделю мая и посвящаются очередной годовщине Великой Победы. Юбилейные забеги собрали около 70 команд. На старт вышли более 1200 участников. Тему продолжит наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Впервые легкоатлетическая эстафета в Магнитогорске прошла в 1933 году. Она стала одной из мер по повышению производительности труда. СССР необходимо было в сжатые сроки обрести индустриальную и военную мощь, поэтому советских людей стимулировали к соревнованиям, призывали сохранять хорошую физическую форму. Времена изменились, а традиция осталась. 85 раз совершали этот забег. Я думаю, что это замечательная традиция, замечательные спортивные обучения. Я желаю вам победы и победы над собой в первую очередь. Ура! Участникам четырех забегов нужно было преодолеть дистанцию в 5200 метров, разделенную на 17 этапов. В нынешнем году, в отличие от предыдущих, весь маршрут пролегал по проспекту Ленина. Старт давался напротив здания городской администрации, команды добегали до площади перед МГТУ, затем разворачивались, следовали до пересечения с улицы Грязнова, где снова развернувшись, возвращались к исходной точке. В первых двух забегах, по традиции последних лет, за награды боролись школьники. Дебютный промежуточный результат составил 15 минут 43 секунды. По словам опытных легкоатлетов, за такое время дистанцию в 5200 способен в одиночку пробежать кандидат в мастера спорта. Разумеется, все ждали куда более быстрых секунд от забега сильнейших. Со старта вперед вырвалась команда школы номер 12, затем лидер несколько раз менялся, но постепенно становилось ясно, что один из фаворитов последних лет сборная 64-й школы снова будет на коне. Мы уделяем внимание как подготовке физически, так и тактически. Учителя физкультуры еще раз проводятся обосновательные беседы. Перед соревнованиями провели очень хорошую беседу по МГТУ. Сбалансированный состав, системная подготовка, грамотное распределение бегунов по этапам – и вот он закономерный итог. Сборная 64-й побеждает второй год подряд и улучшает время первого забега более чем на минуту. Я смотрел, было преимущество метров 100-200, спасибо Кристине, которая до этого бежала. В горку тяжело было, ветер, конечно, но в принципе нормально. В следующих двух забегах приняли участие еще около 40 сборных, которые представляли среднеспециальные и высшие учебные заведения Магнитогорска, предприятия и организации города. Абсолютным победителем юбилейной эстафеты стала команда номер один Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона. Их результат – 12 минут 51,8 секунды. А у Венчала праздник открытия летнего сезона – велосипедная гонка в память магнитогорского велогонщика Алексея Дедкова, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Павел Зайцев, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН.